начинаем запись и опять играем точнее стараемся стартовать матч с эльфами пивоварища надеюсь в этот раз будет без лагов и все наконец пройдет что-то как-то совсем уже затянули уже на 35 минут старт и хорошие новости чего высказать да хорошо когда кто-нибудь умирает два раза подряд за матч я даже сказал неважно у кого сразу заранее пожелаем он мне не нравится уже то мне уже не нравится эти как зловещая тикает монетка которая зависла показываю скиллы а вроде без лагов главу на флу так у нас значит есть линейка лонер под ударом нас есть вот этот товарищ под ударом у него прочь хочется побить лосс но скорее всего этого товарища мы может даже не будем трогать может быть а этого товарища кстати можем и трогать на самом деле можем маркусом его попробовать закатать с этой стороны правильно поэтому товарищу хочется проехаться так вам четвертой силой мы это всем можем позволить куда нибудь уехать назад чтобы нас не выпихнуть тоже с френдей вот что еще скорее всего надо будет еще я вот думаю выпускать третьего кетчера или нет наверное да потому что у нас как бы вроде как один кетчер совсем не кетчер вроде как блицер практически надо играть очень аккуратно потому что могут быть и сюрпризы вполне могут быть так ты ты у нас новенький ты постоишь пока пока запасе мы тебя на лосс поставим эндрю у нас с нами этих ребят ставим сюда ты у нас будешь на подхвате брендевый парень тоже идет сюда более-менее когда вот так надо сделать как здорово просто вот как хорошо вы не представляете как мне сейчас отлегло от сердца просто просто не представляете нам нужен конечно гард по хорошему этот гард должен стоять здесь где-нибудь мы скорее всего обойдемся без этого так я перед игрой мент купил себе одного давай дави его давление не прошло к сожалению так теперь хочется сбить этого товарища но вставать прям сюда мне не хочется потому что здесь будет принципе с некоторым трудом на выталкивание поэтому даже не знаю хотя чего чего бояться давайте может быть сейчас мы уедем куда-нибудь сюда я убегу да отлично там есть выталкивание на самом деле ощущение что у меня сейчас будет рубин на самом деле отдуваться перед деревом просто есть такая вероятность кстати этого товарища тоже нужно по любому отсюда убирать я думаю что буду убирать огру если огру я огру надо будет пилин в общем если вдруг он упадет и что-то завалится то надо будет подходить рубином остальном ситуации нам нужно уже разобраться что делать с меню и собственно оппонента таков здесь вот так вот есть вот здесь это хорошо потому что мы тогда можем делать какую-нибудь фигню например вот такую вот ну хорошо огур тогда держит дерево как бы ладушки и можно приткнуть куда-нибудь рубина кстати рубина можно вообще занять например варденсером чтобы он здесь доджился плохой вариант вот кстати дурной тон находить сразу шестерку на блоджерах просто дурной о как хорошо ха-ха о как хорошо но былс ты ли это просто ты ли это вот это да просто вот это да но былс я тебя не узнаю вот это да так ну ладно ты как бы блин но былс ты конечно молодец ты сейчас будешь держать миллион просто людей на себе а Маркус у нас побежит делать важную работу надо срубить этого сука мы его срубим и пойдем на этот фланг потому что здесь как-то совсем мало народу с другой стороны мы можем здесь раздать халявный блок кстати у нас еще хватает в принципе нормально в общем всего пока еще хватает так что да давайте давайте сначала халявный халявный блок раздадим ну нормально нормально но так ну рубан то смотрите кулак то вообще геройский так ой че-то как то убийца ни куда ни куда толку не добегает фигово Ладно, ты Просто кроешь этого товарища Мы будем его держать таклом Если что, выпихнем Убийцей, скорее всего, придется Блицевать Ни в чем не повинного Нулевого кетчера Потому что шанс самый большой Так, вас нужно разводить Ладно, давайте сейчас пока Сделаем это, нужно его отсюда убрать, чтобы удобно было переезжать Как-то неприятно Теперь мы просто и вкусно переехали На другой фланг, и у нас здесь все хорошо Пока Дерево встало, это плохо Ну ничего страшного, у нас здесь несколько вариантов есть Маркуса мы отсюда, скорее всего, уведем с блока Если сейчас, конечно, здесь все не отдоджатся подряд И будем им неистово пеленонить Если нет, то можем мы в дровосек немножко поиграть Можем доджим сделать Ничего страшного Тип, пожелаем им плоди до удачи Против дворфов хуманами всегда сложно играть Когда раннеров в оппонента нету, это хорошо Это хорошо, это хорошо, спасибо, 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 спасибо кстати вот то что у нас игра началась удачно еще ничего не значит потому что все равно есть проблемы эти проблемы они были даже такой-то кошмар эти проблемы заключается в том что у нас всего лишь один нормальный гард не считая огурского потому что огур конечно молодец но он не мобильный ненадежный у оппонент этих годов таких хороших более-менее нормальных два не считая на дереве конечно так что нам может быть очень непросто сейчас будут творить он затаил некоторую обиду ногра может быть сейчас будет его за это наказывать ничего себе ранее освободит скорее всего но был не ударить не ударить в грязь лицом не надо а он гард смотрите он гард уводит чем уводит блин ё-моё так так же нельзя придется мне сейчас гард подводить на помощь сюда катать тут всяких товарищей правда под фол сейчас заходить будет тоже не очень приятно блиц хочется сделать садив раннер а это тоже неплохо это это рерол это рерол или нет это не рерол нет это все-таки рерол я уже думал что он тут делает такое ой марку согребается марку все все хорошо ну что надо выдодживаться отсюда локальное преимущество ничем хорошим не закончилось а так ну что делать начнем с простого на самом деле просто и вкусно барбаросса ушатывает барденсера молодец барбаросс о аптечка аптечка не сработало здорово аптечка не сработало красота можем прижать при 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 прижать здесь немножко чтобы он хотя нет не хочется мне прижимать давайте мы лучше к вот этому товарищу станем и пойдем вперед как бы цена все куда нас добегает товарищ подвигает сюда мне можно конечно и фалить но успеется еще товарищи чего я не знаю не торопить события ой я про раннера забыл свой кетчер надо было кетчер поднять он пусть лежит эх внимательность эх эх Продолжение следует... Рубен, золото... Вот два игрока, про которых я постоянно говорю. Команде Тарнульф и Рубен. Просто Рубен молодец. Вот, кстати, товарищ, насчет фалили бы, не фалили бы. Вот были бы на моем месте, но и фалили бы. Мне сейчас и так хорошо. Я не люблю лотереи с призрачными шансами. Это, конечно, шанс неплохой, но шанс на удаление тоже есть. Зачем сейчас рисковать убедительным преимуществом? Вот сейчас на удаление у меня товарищ один выйдет, потом он мне какую-нибудь травму на пофиг сделает, и мы выйдем уже в меньшинстве тоже. И совершенно нивелируем наше преимущество. Зачем? Если я буду уже уверен, что мне никого не вынесут, я сфалю там на последних пару ходов. Шестерочки на Рубена. Рубен, не умирай. Рубен, не умирай. Он сам решил фалить. Так, подъем, товарищи. Маркусом блицевать не будем. Не очень удобно. Рубена поднимаем. Ноблоса тоже поднимаем, пусть с деревом дружит. Так, нам нужно себя обезопасить, это раз. А два, нам нужно кого-нибудь закатать. Катать мы будем, скорее всего, Барбаросой. Вопрос кого? Хочется гвардейца закатать. А с другой стороны, конечно, хочется закатать еще и Варденсер. Но Варденсер хорошо защищен. Поэтому сейчас, в принципе, выгодно катать. Хоть и выгодно, конечно, катать, но все равно придется тогда подъехать к этому Кварденсеру. Он будет катать в ответ. Это мне не нравится, конечно. Ладно, какие у нас игроки нужны более-менее. Вилли можно оставить вообще в контакте. Что-то игроков не хватает. Субтитры сделал DimaTorzok Можно, в принципе, этого парня выпихнуть В принципе, будет норм Здесь всего лишь один блок Потом сюда блиц И можно возвращаться Вариант, в принципе, неплохой По-моему, я не тем походил Ладно Что-то я вообще уже задумался Так тоже подойдет Будем считать, что это психологическая атака на оппонента Колян, если хочет, пусть это делают Ради бога У него здесь будут красные кубы в лучшем случае Ради бога, я не против на самом деле Я сейчас... Если он будет в меньшинстве, я сейчас с удовольствием и защите поиграю Просто по нашим игроков Привет, стокер Начало, в принципе, хорошее Я говорю, я сейчас против таких эльф, в принципе, в защите поиграю с удовольствием У меня, в принципе, есть назойливые инструменты Такл у него, опять же, всего лишь один Блоджеров у меня много Нормально Напрячь я его смогу В принципе Со всеми его скринами я буду его постоянно Преследовать с френдюэтом, с таклом, с пеленоном Можно и в быструю группу играть Кто говорит, кто его трогать собирается? Пусть растет себе Не, да, он может, конечно, сюда вот впрыгнуть Да, вот здесь может сделать один губик Тоже вариант Да Не, он не стал Расковать, он решает Сбоку подойти Выпихивает, кстати, мне Джока Кирнаута Роб, кстати, нормально У нас, кстати, есть очень интересная сейчас игра Если он отсюда не уйдет, мы тоже можем его выпихнуть Я даже думаю, что мы это сделаем Сбоку поднимаем Сбоку поднимаем Он сейчас, в принципе, может мне сейчас перекрыть игру, но у него маловато уже стало О, кстати, в дерево выросло Хорошо Ну, я знаю, что у него шаг в сторону Он все равно никуда не денется Как страдает, кстати Пробивается Ноблс Мне вообще не нравится Это не нравится мне Маркусу заломали На Бэдли Хёрд Фигово 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 Хочется еще и этому тройеру прописать тоже Было бы хорошо Так, нам здесь нужна стрелочка И нормально Здесь у нас еще тоже кубики есть Можно, в принципе, их кинуть Сначала Два куба, потом один Здесь дождь на самый крайний случай Давайте, нам хотя бы так вот сюда подвезти будет хорошо Перебрасываем Ну вот, второй данксер ушел Кстати, он Некрасиво ушел Смотрите Толпа его бы что-то не возлюбила Беда Смотрите вот в принципе сейчас уже можно если сейчас мне меня смогут выпить мячик трудом но на самом деле очень сложно сейчас у меня сейчас уже все шоколадно хорошая позиция трудно что-то со мной сделать его не хватает дерево вросло красивый хорошо на у пивовара все очень очень плохо у него действительно следующая игра у него без двух вардэнсеров и сука схватил него очень печально покинул заврам я уже играла с обратом еще нет поэтому я надеюсь что по унижает очень хорошо с душой чтобы мне потом было полегче с ними он кстати может мне линейку выпихнуть тоже кстати сейчас довольно ну как если бы он сделал сюда блиц пропихнул сюда это будет конечно на красных кубах но куда все равно все плохо но был со кстати можно уже не поднимать пусть себе лежит или с дожить им кстати можно с дожить им да бы нет я надеюсь он не помрет вот Да, мог бы и тровер, но на красных кубах. Да, на красных кубах мог бы и выпихнуть тровера. Ну как бы как выпихнуть? Заставить забить. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, у него же, блин, блока нету. Ну ладно. Выпихнуть тоже можно. Здесь можно не трогать, потому что не хочется отпихивать его от Daiming Tackle. Daiming Tackle стоит хорошо, а Огр доджится. Или нет. И он может куда-то сюда вот прибежать, что-то здесь организовать. Ну пусть, короче. Похоже, у Нобуса есть чувство сохранения, это точно. Давайте принимать ставки. Сработает ли Daiming Tackle, ребята? Пивоварищи, бага с подкатом, как утверждают разработчики, нет. Это баг-лога, а подкат работает корректно. Вопрос в том, сработает ли он или нет. Вот, собственно, и весь вопрос. Ну, Сид, неправда, смотри. Тенёк вот в этой клетке. Но был он на солнце. Если бы он лежал здесь, то ему было бы комфортнее гораздо. Так что непонятно, что он здесь разлёгся. Так что он здесь разлёгся. Это всё граб. Видишь, он не хочет меня в нужное место двигать. Отодвигает от своего тенька. Злое дерево, нехорошее. Нельзя так. Ну, Брайд, если доживёт, то возьму. Он, я думаю, что не доживёт. СППшечка, в принципе, осталось совсем, совсем ничего. Конечно, использовать. Использовать. Рубана не сломать. Ну, как, как утверждают разработчики, это всё во всём виноват лог. Я не знаю, верите им или нет. Ужас. Ну, это всё. Слышишь! Ну, это всё. Ужас. Ну, это всё. Ужас. Да. ну парище говоришь не объективно иногда везет хуманам иногда не везет сейчас ничего так мне так поставится что труднее было везде было трудно я трудно не будет можно наоборот сюда поставить вот так здесь запереться куча сложных даджей ладно оставим где есть здесь нормально стоит если что есть трудно будет подойти без выпихивания окружить ну я не знаю кому верить на самом деле то есть можно конечно утверждать одно разработчики утверждают другое но как это проверишь как не проверишь хотя у меня правда у меня давим так и по моему за вот этого человека работала раза три что ли за всю его историю а а Субтитры сделал DimaTorzok Ну давай Вообще вот это значит я не понимаю Я думаю что это все таки проблема в логу Потому что ни хрена не понятно что происходит по логу Субтитры сделал DimaTorzok О опасность Ну что же давайте раздадим напоследок блоки и заносим Вот он заслужил этот level up уже довольно давно ДимаTorzok Нет фала дружбы наверное все таки тоже не будет Надо заносить Отто получает заслуженный level up Я надеюсь что ему придет агила Будет отлично Будет просто замечательно Так Может ли Оппонент организовать one turn Сайтстеп у него нету У него есть зато девятый move и спринт Так что в принципе у него есть grab Grab это не очень конечно хорошо То есть one turn он организовать в принципе может Но мы ничего толком сделать с этим не можем Точнее можем Мы например можем нашего кетчера сайтстепом поставить сюда Огра И Ну и смысла никакого нет Потому что Линейка все равно одна останется Так что пусть он сам организовывает one turn если хочет А мы по классике будем защищаться Играем tackle на tackle между прочим Минк я не буду страдать Я с удовольствием вот и возьму силу Он у меня очень часто играет Как такой опорный игрок Который раздает блоки Так что Вообще не буду страдать Он силой будет ничуть не хуже Ах как же кикера не хватает Пирог кстати смотрите на монтер себе оставил Рерол Специально берег Большой молодец Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Пирог Внимательно следим за единичками на всяких таких интересных действиях. Надо выиграть шестерку. Продолжение следует. Пивоварищ пока образцово проводит вантерн. В общем, сейчас посмотрим, что у него будет на финале. Собственно, здесь самое важное. Шанс у него сейчас уже очень приличный забить. Уже реролл как раз. Да. Вантерн удается. Пивоварищ большой молодец. Как раз ему пригодился здесь непотраченный реролл. Можно сказать, отыгрался. Ну что же. Нам нужно сейчас очень осторожно играть в защите. У нас к тому же парень наш не встал, поэтому у нас сейчас ситуация на поле непростая. У меня 10 игроков, у него 9. Не так-то все и просто, между прочим. Зухилхайм, наш новый игрок, идет на лосс. Нам нужно сейчас сообразить, как нам поставится 10 игроков. Кстати, ставится мы будем, скорее всего, широко. Если он хочет, пусть сделает дополнительные блоки. Хрен с ним. Один фланг хочется сразу сделать каким-нибудь более-менее надежным. Мы его сделаем вот так, чтобы было сложновато здесь проходить. Так, но все-таки у него нету. И будем дырки затыкать. А ну, нашу боевую силу мы ставим где-нибудь здесь. Может быть, даже как-нибудь вот так. Мммм. Ммм. 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 Продолжение следует... 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 Ну, колен, обычная практика на самом деле. Надо же всех других качать. Ну, это грязище, конечно. Ох-ох-ох, ребята, началась жара. Так, у нас 9 на 9. Атака эльфа. Я слегка напрягся. Субтитры делал DimaTorzok Начинается жара. Субтитры делал DimaTorzok Придется сейчас играть агрессивно. Мэнни идет отрабатывать свой блодж. Кто у нас здесь угрозы? Этого товарища мы сейчас ударим. Эйса нужно по-любому поднимать. Вилли идет в контакт. Аври идет быть напоминанием, что я могу все-таки прибежать. Пробороса хотелось бы, конечно, оставить. Хотелось бы оставить. Только куда Блиц? Куда делать Блиц? Вот что вопрос. Можно сделать вот так. Пробить. Оставить в контакте. И оставить на месте. Проборосу поставить куда-нибудь здесь. Значит, Блиц нам нужно делать от там. Куда-нибудь сюда. Может быть даже вот как-нибудь... Не, нужно, чтобы осталось товарищи где-нибудь здесь в контакте. Это точно. И пас будет, скорее всего, куда-нибудь сюда. Или вот этот парень у нас будет свободный. Его мы уже никак не запрем. Ладно. Красота. Можно, в принципе, вот так вот поехать и поехать прямо сюда доехать. А в качестве сейфти оставить у нас Кэтчера и Отто. Можно же? По идее. В принципе, я думаю, можно. Вот, довольно напряжно. Народа у меня много. Забить он все равно может, если все кубы ему пойдут. Этот ход довольно ожидаемый. Не страшно. Да, блин, ребята. Кто это? Эйс? Эйс пропустит следующую игру. Печально. Печально. Эйс хороший лайммэн, в принципе. Обычно удар держит. Ейс. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Можно, конечно, толкнуть на мяч. В принципе, вот таким вот образом. Но здесь велик шанс, что... Во-первых, здесь гард, что мне не нравится. Во-вторых, велик шанс, что кто-нибудь здесь схватит. Поэтому надо здесь обязательно кого-нибудь подводить. Обязательно кого-нибудь подводить, это ГФИ. Его надо же... Пожалуй, его надо делать, конечно. Пожалуй. Ладно, перед этим мы пробьем. Сейчас мы гайчером. Подальше. Думаю, даже вот так мы сделаем. Тоже гард. За тот гард. За тот гард. За тот гардец мне очень не нравится. Хорошо. Так, отлично. Остается у нас вот такая вот ерунда. На которую мы можем рерол потратить, если что. Сойдет. Ну, Клинкорн, возможно, да. Но просто у нас тоже сейчас не очень неактивен народу. У него, да, может у него сейчас все получиться, все дела там. Сейчас посмотрим. Посмотрим. У нас, если что, здесь есть Мэнни, который может выскочить на дадже. Попробовать куда-нибудь добежать. Потому что у него, на самом деле, некем особо забивать, все лежат. Такие все они быстрые. У меня ребята тоже быстрые, если что, добегут. Вот у меня, если что, сейфити рубль, который отдоджится и впашет кому-нибудь. У меня есть обратный сейфити. Проборолся. Под дерево, жалко. Качать хочется по-хорошему Авери, потому что ему нужны навыки. Вилли тоже было бы неплохо качнуть. Ему нужно сет-степ. Или плюс статап. Плюс агилы ему бы не помешало, конечно. Ой, как неожиданно. Смотрите, видите, сейфити у меня есть. Так что не надо бы тут. О, как он решает тоже поиграть в стоянии на мяче. Это любопытно. Любопытно. А Блиц, скорее всего, упадет в Авери. Авери огребает. Еще и на мяч. Сейчас может спокойно совершенно сейчас забрать мячик. У него, правда, с ним деваться особо некуда, но план хорош. Додж у него еще не сработал. Зухилхайм. Держись. Молодец, Зухилхайм. Так, у нас есть Кэтчер. У нас есть Гвард в удачной позиции. Его запихали прямо во всю эту толпу. У нас есть, в принципе, Блиц сюда. Довольно тоже удачный на мячик. Так что можно пробовать, на самом деле. Можно пробовать. У нас еще есть Отто, который, в принципе, нам здесь толком не нужен. Мы, наверное, его просто поднимем. Зухилхайм мы тоже просто поднимем. Главное, на поднятии мячика у нас, скорее всего, будет Рубан. Поехали. Вот скотина, а. Поймал шестерочку. Плохо. Это все очень плохо, ребята. Я не очень, правда, знаю, что он сейчас может сделать, в принципе. Ой, может отдоджиться, в принципе. Скорее всего, придется вставать здесь. Здесь мне, скорее всего, придется дать блок. А мэнни придется, скорее всего, оставить на месте, чтобы держать этого лонера. Не знаю, чтобы он никогда не побежал. Все это... Очень грустно. Привет, Ситар. Какая-то жаркая игра, как ни странно. Не знаю, куда вставать, куда лучше встать. Просто не имею понятия. Это тоже Гвард. Он поднимает, он легко убирает отсюда. Авария. Так что, да. Ставим сюда. Было не так легко. Смотрим, что сделает. Здесь, в принципе, все очень просто, на самом деле. Он здесь переходит на другой фланг. Здесь может отдать мячик. У нас тут... Только мэнни, в принципе, и отто могут добежать, то с доджами. Фигово, короче. О, хорошо. Плохо. Здесь простой додж, в принципе. Правда, без реролла, но довольно простой. Да, здесь придется доджить. Придется. Да, он решил через вкладочку сыграть. Тоже нормально. Тоже нормально. Мне очень нравится, что он решил сыграть вкладочку, потому что он сейчас никуда отсюда не пойдет. И это очень хорошо. Это просто великолепно. Естественно, будет делать пас или нет? Будет, да. Так, у нас есть некоторая игра. Во-первых, у нас есть мэнни, который может здесь что-то придумать. Сайд-степ, конечно, отменяется, но нас это не волнует. Это был лишний ход, на самом деле. Сейчас зря он это делал. Очень зря. Нужна была только шестерка, а сейчас он мне положение только улучшит. Сейчас мне даже доджиться не надо будет, потому что я сейчас просто отодвинусь. Я убегу. Тут у меня с двумя ГФИ есть два куба. Меченосый, и у него нету блока. Это хорошо. Возможно, я, скорее всего, даже этим буду пользоваться сейчас. Причем у меня есть мэнни, который может, даже если что, прийти и... Ну, правда, его сейчас закроют. Да, мэнни сейчас будут закрывать. У него тоже есть додж. Причем, он все мне нужно делать. Т哎. Та-та-та-та. 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 Та-та. Та-та-та. ох 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 так начинаем с рубина надо просто просто отодвинуть давай дружок отодвинуть в могилу давай могилу не отодвинулась хорошо садимся на штаны этому товарищу изгоняем гвардейца давай товарищ один гф и очень нужно стало все гораздо опаснее конечно мы не мы сейчас двигать скорее всего уже не будем только фи очень важен ой как неудачно упал сейчас она доджится и даст пас фигово и мы не имеем права сейчас вот этого делать потому что если мы завалим то здесь вообще здесь еще все становится как же все фигово можем сделать вот так давайте он терять здесь все таки лонер так ну хотя бы мы не не ушел уже хорошо вот так вот 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 Ну, клейман, это свободный онлайнер, поэтому есть тоже психологический эффект. Мы его тоже, на самом деле, если что, сейчас догоним. Здесь Вилли может догнать, и Рубен тоже, если что, догонит. В ВКонтакте сейчас посмотрим, что будет. Дерево не приросло, плохо. Менг, да, ты прав. Надо было его на кромку ставить. Ты однозначно прав. Потому что сейчас он может пройти, да. Ты прав, надо было идти сюда. Что-то мне подсказывает, что сейчас будет, конечно, шляпа, и что у нас сейчас взгреют 2.1. Я уже вижу намёки от игры вообще. Ой, как же хочется четвёртый рерол уже выкупить себе обратно. Что-то прям вообще в таком режиме играть очень напряжно, конечно. Когда ещё 4 хода, рерол уже один. Совсем неудобно. Да, если сейчас удастся пас, то... У нас уже всё сложно. Придётся всякие красные губы придумывать. Так, ну, у нас остаётся только грязь. Нам сейчас её закроют. Менг слабого. Им... Я тоже считаю, что им оптимально 4 ролла. Мне кажется, это глупость какая-то. Так начинать. Гринкор, кому как. Ну как, у меня просто лидер не растёт. У меня есть Рубен. Он с самого старта команды играет практически. Я его там во второй, по-моему, или в третьей игре выкупил. У него сейчас 11 СПП. Не играет он. Не получается. Так, ладно. Грязь грязью. Делаем простое. Делаем сложное. Бездарно. 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 Все остальное уже делать опасно. Даже здесь бить опасно. Здесь просто, ну вот. Ладно, стоим. Ничего уже не сможем делать. Забьёт так забьёт. Чё, что-то поделаешь. Гринкор. Гринкор хуманы не могут быть дешёвыми. У них и линейки, они стоят 50 тысяч. Дешёвыми могут быть другие команды, у которых линейки подешевле. Так что это преимущество, я думаю, что оно не очень обосновано. Так, мы сейчас будем, я не знаю, пробовать мутить ничейку без реролов. Два хода. Но если он сейчас забьёт, то в 3. Это всё очень, очень попахивает. Гринкор в смысле недорогая позиционка. Здесь блицеры стоят 90 тысяч. Продолжение следует... В принципе, если совсем ужиматься, там, играть в минимум позиционных, то, может быть, да. Может быть, да. Но это, как бы, сомнительное преимущество, на самом деле. Сначала ты навыками берёшь, а потом и навыками переставишь брать. Давай, две единички. Двойки. Всё, нам забивают. Нам забивают. У нас, в принципе, 3 хода ещё, нормально. Ну, или у него есть вариант поставить, но я буду тогда бить с... Буду его бить. А это ещё что такое? Что это он сделал такое? А, то есть он всё-таки хочет ставить. Он хочет ставить. Давай, навернись, навернись на Дадже, навернись. Тут, как бы, блин, у меня на грязь уже роллов не остаётся. Тут вот всякую такую ерунду уже творить. Это какая-то безнадёга. Мне там уже 2 хода на отыгрыш останется. Совсем плохо всё. То есть да, у меня есть 3 плюс Додж вот здесь. Он без рерола. Всё, всё на волю нафу. Давай, единичку. О! О, как хорошо. Вот это интересно. Это уже очень интересно. Ребята, что делать в этой ситуации? Что делать в этой ситуации? Ну, тут хора в том, что ему сейчас забить гораздо проще, чем мне. Смотрите, у него есть эльф на прямой наводке, который с одним ГФИ с простым Доджом поднимает. Блин, беда. Что делать? Так, хорошо. Это вот тобой мы будем доджить. Сложно доджить. Запирать тебя сзади. Ты стоишь. Ты держишь лонера. Лонер всё равно никуда не денется. Точнее, ну, можем тебя, в принципе, в один кубик оприходовать. Ты. Ты, кстати, можешь, кстати, лонера и подержать. За ногу. Вполне себе вариант. Ты стоишь, держишь. Ты сейчас в один кубик будешь пихать. Рубан, кстати, сейчас, скорее всего, побежит с Доджом. Куда-нибудь, может быть, даже сюда. Блин, как всё сложно, а. Сносить нам некем. У нас есть линейка, но вот как бы линейкой, может быть, занесём, да? Ой. Ладно. Увы. Увы. Тут план был отодвинуть этого товарища, чтобы ему хотя бы два ГФА было делать. Или... Если двойку поймать, то... Уже доджить вот этим товарищем, запирать снизу. Потом додж был вот этим парнем. Ну, хрен с ним. Тип, потому что этого товарища я хотел поближе иметь. Просто кетчер мимо этого товарища не пробегал. К сожалению. Надо было два доджа делать. Можно было, конечно, можно было, да. Согласен. Я подумал, что будет надёжно сделать... Освободить ему дорогу, если получится. И побежать уже снизу его крыть. Или вообще к мячу. Два хода у нас. Два хода. Все у нас встали. Десять у нас игроков. Лишь два хода. Не хочется, конечно, сейчас всасывать ещё и третий раз. Три игры подряд проиграть. Чё-то мне не хочется, конечно. Так. Каким кетчером хорошо было бы забить? Либо вилле, либо... либо джок. Либо вилле, 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 Гард нам может понадобиться. Так, какой у нас план? План на следующий. Чистим этот фланг, делаем здесь нормальную зону пасса. Пытаемся сразу передислоцироваться как можно ближе к зачетке. С Блица мы убираем вот этого кетчера. Надеюсь, убираем в могилу. Вставим в центр куда-нибудь сюда Барбароса, чтобы он крыл своим таклом. Суровый такл зоной. Подводим такл к этому парню. И, если получится, еще линейкой бы хорошо, конечно, куда-нибудь подбежать. Этим линейкой мы, скорее всего, схватим вот этого товарища за штаны. Эти парни мне, в принципе, уже, ну и хрен бы с ними. Этот не добежит, а этот один на угрозу не сделает. Огром ходить не будем, лос мы здесь почистим. Отто, давай не подведи, просто подними его. Вот, блин, долбанный, долбанный ветерок. Так, хорошо. Начинаем с простых кубов. Бегово. Идем в контакт, потому что нам нужно по максимуму сохранять здесь товарищей. Они доджились там, все дела. Блин. Тоже пойдем. Так. И по-любому идешь сюда. Кто у нас будет принимать первый пас? Первый пас у нас будет принимать Джок. Он же, в принципе, и побежит сразу. Правильно? Правильно. Тебя мы ставим сюда. Вилли у нас бежит. Сюда. Сюда. Эх, вот та, вот та. Сюда. Хе-хей! Зря я тебя качал, вот... Просто зря. Зря я тебя качал. Сейчас надо делать блок дерева на самом деле. Продолжение следует... 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 Как раз ровненько на нового Брасалу хватает. Вилли получает МВП, хорошо. В итоге мы получаем 10 СПП за матч и минус 51 за игрока. Подсбросим мы сейчас немножечко наш ТВ. Фигово отыграл, мог играть получше, и было несколько моментов, где я прям явно ошибался. Я теряю мотивацию, как-то я на расслабоне играю, а так нельзя. Вот, поздравляю оппонента, что-то я не то нажал и подтвердил матч. Нажал я, сейчас сразу попрошу, чтобы законфирмили матч. Извиняюсь. Пивовар, ты же в чате, да, поздравляю с победой. Вот, 2-1. 2-1 выиграл Пивовар. Вот, значит так, у нас следующая игра, у нас поднимается Арнульф. Откопычивается от… у нас все равно получается 12 игроков. А, у нас еще один… у нас, по-моему, Эндрю пропускает матч, поэтому у нас получается, что мы играем опять в 11 игроков, и у нас ТВ совсем маленький будет. Ну, примерно такой же, на самом деле, где-то 1600. Ну, нормально, в принципе, играть можно. Ну, понятно, но все-таки хотелось бы, чтобы команда хотя бы свой последний сезон более-менее себя хорошо показала, я что-то сам ошибаюсь и не даю этого, так что даже как-то вот… как-то даже обидно. Вот, но сейчас все-таки, наверное, уже больше ничего не будем смотреть, уже 11 часов. Может быть, сейчас вот, если матч подтвердит, посмотрим, что наконец-то все-таки осталось с нашими командами. Так, эм… хотя вроде никого нет. Ладно, потом, посмотрим тогда потом. Ладно, всем спасибо, останавливаем запись. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!